Все семьи счастливы одинаково, но каждая семья несчастлива по-своему. Помните эту формулу семейных отношений, давно уже ставшую классической? Любовь штука эфемерная, способна вспыхнуть мгновенно, но и гаснет порой молниеносно, оставляя после себя пепелище. А далее развод. Процедура не самая радостная, но, увы, довольно частая. Число разводов растет год от года. В прошлом, 2021 году, развелось более 644 тысяч пар, но развод разводу – рознь. Кто-то расстается тихо, мирно, кто-то ожесточенно делит имущество, вплоть до последней пуговицы, забывая о всех приличиях и нормах. Войны бывших супругов на взаимное уничтожение – это отнюдь не редкость. И страдают в этих войнах в первую очередь дети. Новое время породило новую проблему, связанную с семьей – синдром отчуждения родителя или семьи. И об этой проблеме мало кто знает. Что это за синдром такой? Говоря сухим языком науки, это клинически значимое нарушение отношений родителя и ребенка, что приводит к неоправданной враждебности к родителю и отказе общения с ним. Проще говоря, ребенком начинают манипулировать, как куклой, настраивая против папы или мамы. И заканчивается это зачастую болезнью. В России в 2019 году создана ассоциация исследования «Синдрома отчуждения родителя или семьи». А в этом году прошло пленарное заседание Общественной палаты РФ под руководством полномоченного по правам ребенка по городу Москве Ольги Ярославской. А теперь слово специалиста. Наш собеседник – медицинский клинический психолог, судебный психолог, нейропсихолог Светлана Владимировна Гузенко. Развод и для взрослых штука стрессовая, а для ребенка и подавно. Если ребенком начинают манипулировать, то какие риски возникают для его здоровья? Как это может сказаться на его психике в будущем? У него нет стандартной схемы семейного благополучия. Он уже испытал стресс. Ну, это посттравматическое состояние, можно сказать. Посттравматическое состояние, оно переходит его в взрослую жизнь. Что происходит? Это неврозы, обсессивные и компульсивные всякие расстройства, психиатрия. Человек как психологически, так и клинически не умеет взрослеть. Часто и обиды. Он не умеет общаться с друзьями, можно и так сказать. Во взрослой жизни не умеет сохранить семью. Сегодня институт традиционной семьи размывается. Родители уже не исполняют свои привычные, веками сформированные роли. Такая картина связана с синдромом отчуждения? Да, конечно, связана. Сейчас 11 миллионов семей, дети воспитываются в моносемьях. 73% разводов в нашей стране. Потеряна иерархия в семье. Там, где отец был добытчиком, где был защитником, мама имела свой воспитательный процесс над детьми. Дети уважали, любили. Не за то, что им что-то либо покупали, как сейчас это делается, за то, что родитель оставался всегда родителем. Как-то побаивались даже, может быть, взгляда, повышение тона. Сейчас же в семьях с детьми договариваются. На договорной основе все это происходит. Они уже менеджеры. И поэтому психика детей, она совсем другая. Иначе, чем воспитывались мы с вами. Многие семьи живут под одной крышей даже после распада брака. Ради ребенка, дескать. А стоит ли имитировать отношения, которых нет? Не опасно ли это для психического здоровья детей? Есть же такая формулировка. Сдохла кобыла, слезь, да? Вот нужно найти тот момент, когда на самом деле сдохла эта кобыла. Часто, ну что получается? На сегодняшний день момент браки, они быстрые. Быстрые люди друг друга почти не узнают и находятся в браке какой-то период времени. Год, два, три. Потом разбегаются с чувством ненности и начинают уже отвергать своим детей. И вот эта цикличность, она постоянная. Ну, может, необходимо дольше времени, чтобы друг друга узнать. Разводы – тема вечная, как мир. И стоит ли вообще обращать внимание на то, что с ними связано? Травмы там какие-то, синдромы. В конце концов, время – лучший лекарь. И само поставит все на свои места. Знаете, с психотравмой вот эти дети уже подразделевшие, они несут травматизацию и возрастную жизнь. Если говорить чисто о клинических проявлениях, то я уже сказала выше. А здесь больше эмоциональный. Человек с возрастлением, он понимает, что он наделал. И ему страшно и жутко становится, что это произошло с ним. Я знаю, у меня есть пример, когда девочке 10 лет пришлось пережить отвержение со своим родителем. И она ему сказала, я тебя ненавижу. После этого он развернулся и ушел. Всю жизнь она ее преследовала в тот момент и до сих пор ее преследуют. И долго лет она его искала, но не нашла. Вот и все, это трагедия. Что такое синдром отчуждения родителя, наш собеседник Алексей Чебыкин знает не понаслышке. Испытал, что называется, на себе. В полной мере. Агрессия детей, суды. Хотя поначалу его история развивалась довольно цивилизованно. В моем случае произошло то, что мне сказали, я вот хочу развестись, жить с тобой не могу. Я принял это решение. И, конечно же, изначально я считал, что мы цивилизованно, конечно же, договорились. То есть мы спокойно в обстановке, то есть без скандалов обсуждали, как это все будет. И первым, конечно, тем действием, которого мы достигли договоренности, это все-таки было не втягивать детей. Дальше начались какие-то непонятные, странные события. Я их сейчас не готов пересказывать, потому что они не красят ни одну из сторон. Но в итоге закончилось все это тем, что договоренности начали рушиться. Закончилось это тем, что в один из дней я предложил детей отвезти на елку. То есть был Новый год. Я с ними буквально до Нового года общался за один день. И они были счастливы, мы все радостно проводили время. И на мою просьбу отвезти детей на елку я получил такой ответ. Детей ты больше не увидишь. Ты их увидишь только через суд. У детей новый папа. Соответственно, с этих слов все и началось. И действительно, после этого я перестал видеть своих детей и не по своей инициативе, либо воле. То есть я пытался задавать вопросы, почему, что случилось. А в ответ было только молчание. А на сегодняшний момент вы получили ответ, почему эти нормальные человеческие договоренности не выполнены и рухнули. К сожалению, вот уже прошло почти три года. И я этот вопрос задаю и в суде бывшей супруги. И когда мы занимались здесь в психологическом центре, этот вопрос задавался. В ответ было только молчание. Не секрет, судебная практика такова, что суд в подавляющем большинстве случаев становится на сторону матери. И отец как бы остается на втором плане. Так стоит ли вообще затевать судебные тяжбы? Ведь плеть и обуха, как известно, не перешибешь. Я считаю, что стоит. Есть еще одна народная мудрость. Это вода камень точит. И, соответственно, все-таки моя роль отца, роль защитника моих детей не позволяет мне опустить руки, отпустить эту ситуацию, понимая, что дети находятся под нехорошим влиянием, что им искажается картина мира, что рушатся вот эти отношения между отцом, родным, настоящим, любящим отцом. Им подменяют просто каким-то другим непонятным человеком. То есть, соответственно, это, наоборот, придает сил, чтобы доносить до детей, искать все возможности. То есть, самая проблема, что когда вот это все началось, я даже не мог с ними связаться. То есть, были заблокированы телефоны, изменены номера. Вот. То есть, мне не позволяет прям приближаться к детям, не говорили, где они находятся и так далее. Все мои попытки оказывались тщетными. Сейчас вы уедетесь со своими детьми? Да. Да, не так часто и не так, как бы хотелось. Но это, в любом случае, результаты вот этих всех прошедших лет, которые добивался судей, доказывал свою позицию, что дети должны быть воспитываны и мамой, и папой. Что бы вы посоветовали отцам, попавшим в сходную с вашей ситуацию? В первую очередь, взять себя в руки. То есть, нужно всегда помнить, что какие-то неприятности, они делают мужчину сильнее. Женщину не убивают. Вот есть такая тоже народная мудрость. Поэтому не допускать каких-либо таких вот событий невротического, может быть, плана. То есть, действительно, взять себя в руки, поступать как настоящий мужчина и спокойно, спокойно решать вот эту ситуацию. Выходы из нее имеются, но нужно к этому подходить прагматично и спокойно. То есть, главное не нервничать. Главное одно – это интересы ребенка. Да, мнение ребенка может быть изменено под влиянием тех либо иных факторов. Но интересами ребенка, в первую очередь, остается то, чтобы быть воспитанными обоими родителями. И мамой, и папой – это истинные интересы ребенка. И к этому нужно стремиться и разговаривать и с бывшими супругами, и ждать и надеяться на то, что все-таки свои личные собственные интересы, они все-таки немножко подубавятся, когда оба родителя начнут понимать, что именно интересы ваших детей, они как бы превыше всего остального. Эта простая, в принципе, мысль должна стать девизом разводящихся пар. Дети – главное. Чтобы не было потом мучительно больно вспоминать о сотворенных своими руками ошибках и не залечивать душевные раны в кабинетах психологов.